всем привет и по традиции уже начинаю влог с вами с ванной комнаты я сейчас снимаю не на фронтальную камеру она вот эту вот тыловой или как она называется так с чего мы начнем я уже приняла душ как вы видите сейчас я хочу сейчас я соберу голос и будем наносить сегодня такую маску я уже не пользовалась ее нужно разводить водой а перед этим нужно хорошо очистить кожу вот тут написано тщательно очистить лицо под маску рекомендуется нанести концентрат или сыворотку для усиления ее действия у меня есть вот такая сыворотка такая омоложающая сыворотка я не пользуюсь вечером так и у меня еще появились вот такие патчи сейчас будем уже добивать остатки вот этого средства для убывания и будем наносить маску я не вижу что я показываю здесь я говорю что нужно маску наносите обязательно лопаточкой точнее и маску и крема и сыворотки все нужно носить лопаткой ладно вот масочку и нужно развести ее с водой я тут приготовила такой стаканчик сейчас я быстренько все это развяжу давайте покажу что нового у меня появилось у меня уже такие маски были и вот мама недавно ко мне приносила еще раз их принесла очень мне понравились эти маски я вам скажу это вообще для меня удивительная вещь вот допустим взять вот эту маску ее нужно разводить с водой и она когда на лице засыхает естественно стягивает кожу вообще такие вещи которые стягивают кожу не люблю но тут большой объем ее нужно закончить а вот эти маски просто покорили мое сердце девчонки я вам рекомендую такая кремовая структура вот она не стягивает ничего кожа после нее становится светлой такой свежей светлой мне очень понравились эти маски вот мама мне их еще принесла так давненько тоже она мне приносила вообще да вы как могли заметить вообще такие вещи всякие не приобретает моя мама я вообще редко когда раскошеливаюсь на такие вещи вот спасибо ей вот она вот не балует вот такими вот штучками тоже вот приносила сыворотку я уже и давно пользуюсь омолаживающая да мне 25 лет а я пользуюсь такими вещами да только на вечер я ее пользуюсь вместо крема кожу не стягивает хорошо увлажняет питает кожу я храню ее в холодильнике так и что нового у меня появилось это вот такие патчи корейского производителя я еще те свои не закончила но опять же будем тестировать смотреть как они работают вот сейчас они на мне и вот такой крем хотела бы вам порекомендовать тоже мне его принесла мамам и я еще пока им не пользовалась это гель-бальзам универсальный тут основной компонент это ореховое что-то ореховый какой-то состав тут у него девчонки забыла как называется посмотрите в интернете вообще отзывы на него замечательные пишут люди что вообще универсальные средства и для синяков и для прыщей и для артрита для более там суставах артроза артрита вообще правда какая-то маленькая упаковка но цену я вам напишу на этот крем я еще им ни разу не пользовалась пусть конечно он у меня будет какие-то там прыщики подмазывать ранки еще что-то деткам что-то там подмазывать я думаю замечательный крем ну отзывы точнее на него не то что производитель пишет а на него очень хорошие отзывы вот девчонки давайте покажу вот у меня полностью забитая морозилка тут и мясо и овощи мы еще хотим за мясом ехать нет у нас есть говядина рыба но хотим такое вот из курицы потому что говядину чисто не люблю я вот тут а это печень куриная но я так вот подписывала вот говядина потому что долго долго готовить я люблю быстро вот чтобы не стоять у плиты два часа чтобы одно блюдо приготовить нет так сейчас я вот так вот смотрите филешки замораживаю делю одну филешку да там ну вот от грудки вот одну часть на две части и и вот готовлю из одной да 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 вот не так много мяса мы тратим ну вот я достала это мы сейчас уберем вот это рыба у нас минтай так это убираем вот смотрите тут у меня вот овощи вот это вот у меня этот кабачки замороженные на оладушки это виноград замороженный вакуум сломался у меня блин упаковщик вакуумный муж может быть сделать потому что мне уже в сентябре в августе нужно будет заготовки делать обязательно вот яблочки вот так замораживаю вот у меня тыква свекла надо немножко под разгрузить потому что я уже ту морозилку свою включила я их помыла все этот теперь можно ее включать сейчас я немножко разгружу здесь чтобы забито слишком не было вот девчонки мясо полно паш говядина все это блин не люблю гаять вот еще вот так я замораживала кабачки еще немножко осталось это вот что-то делать с сыром там запеканки какие-то делать потом так это мы убираем вот лимончик я даже замораживаю это я в компоты добавляю потому что компот и супокрутка сладкий слишком вот лимончик такой кислотой придает так тут у меня вот говядина пол вот полный ящик говядину мы не очень хотим вот уже надоело под надоело она уже так здесь по тоже овощи но здесь чисто овощи здесь вот тыква кубиками баклажаны уже обжаренные чуть-чуть перца осталось совсем это все вот с осенних заготовок с того года кабачки на рагу баклажаны обжаренные на рагу а вот еще перец короче надо это все сейчас в морозилку вот еще кабачки вот но здесь вот чисто курица и немножко говядины я уже пока и рыба все вот такая морозилка которая на кухне находится вот смотрите у меня тут-то детки купаются под жара невыносимая вообще я сама душу не ладно дети пусть тоже посидят водички так вот все застыло немножко кожу конечно стянуло но нет критично сейчас мы все это смоем пачу пришло 20 минут так еще давайте вот добью я уже свой крем я вам уже 100 раз его показывала добью его и тут совсем чуть-чуть осталось на один раз и нужно будет уже какой-то другой девчонки кто меня смотрит мальчишки девчонки бардак конечно как всегда это все не за несколько дней это все за какие-то там за вчерашний вечер мы просто пришли с улицы мы гуляли вчера приходила свекор со свекровью с детками гуляли на улицу машинку выносили и вот перед тем как лишь спать вот вот этот произошел в этот хаус и вот теперь я буду это убирать у нас тут как будто не двое детей а четверо и не знаю кошмар конечно ладно сейчас будем убираться сегодня невероятная жара 31 градус я хочу почистить ковер вынести на улицу и полностью постельное поменять хотя вот недавно меняла еще раз я поменяю и в детской и здесь потом пойдем убираться на кухню хочу постирать наше двуспальное одеяло но его придется ввести до свекрови потому что у нас наша машинка не вмещает такое большое одеяло застилаю постельное белье у нас вот только от двуспалки два постельных комплекта полностью от односпальных одеял вот у нас нету конкретного постельного белья и вот все такое получается разноплановая в детской комнате то же самое у нас нет у каждого ребенка конкретного постельного своего белья но у арины есть один комплект вот даже я вместо просто не ей под идеальник от нашего комплекта стелила бывает такое да ну а что поделаешь нужно будет потом все это конечно приобретать и у нас кроватка новая поэтому мы под размеры еще не успели приобрести постельное белье детям сейчас я буду этот ковер выносить на улицу и чистите с щеткой вручную а потом уже ближе к осени от не отвезу в химчистку смотрите у нас нету плинтусов это я когда клеила обои в детской кстати первый раз и вот предыдущие обои и отклеивала и вот пока плинтуса убирала поломала все придется нам покупать плинтуса и обналичники на двери но вы кстати надо сделать в детской потому что тоже отваливается все нужно вообще потом вовчик немножко подрастет и уже туда дальше сделать хороший ремонт квартире и машинку мы приняли решение ставить здесь в этой комнате потому что все равно в этом углу никто не играет зимой там очень жарко батарея а сильно греется дети там не играются в том углу поэтому там все равно ничего не стоит и машинка хорошо туда вошла так ковер я сейчас пойду чистить на улицу потом наверное осенью у меня два ковра я осенью все в химчистку отдам так там у нас кладовка кроватки я заправила все аришки одеялка мы потом пледик постелем потому что у нее толстое одеяло вот постельного белья у нас вот как бы нет такого чтобы у всех было одинаковое так ну и все их игрушки все машинку мы сюда ставим а это я вам потом когда муж сделает это у него там хобби свое когда он до конца все это делает я потом покажу что это такое а так вот так у нас конечно тут надо делать ремонт наличники клинтуса ну ладно уже как есть вот все здесь порядок теперь идем в зале полы помоем и все полы я стараюсь протирать каждый день поэтому я сегодня так поверхностно прошла полы особо во все углы не заглядывала просто сверху протерла и все так ну все порядок есть тут как всегда вот у нас все мужа тут ничего не трогаем сумку я еще до сих пор не отнесла на ремонт так вот здесь хотела показать здесь у нас вова обои оторвал я уже не буду ничего переклеивать потому что надоело каждый раз я обои эти переклеиваю переклеиваю хотя у нас еще есть целый рулон еще так комод не закрывается у нас он сломанный вот вот это нижняя вообще не открывается и вот полностью он там всего аришкина лежит так ну и вот так я полы протерла все у нас тут аришка там мультики смотрит мы сейчас еще на кухне я приберусь и все все пойдем чистить ковер на улицу аришкин и и и Ну, езжай, не бойся Решила повторить манник Кому интересный рецепт, можете посмотреть в предыдущем ролике Кстати, уже несколько раз повторяю Вот эта вот емкость для выпечки у нас не грязная Она просто не отмывается Все, мои хорошие, у нас уже вечер Ковер у нас высох Почти получилось его хорошо отстирать Но, конечно, не идеально И стелим его на место Сейчас я буду готовить мясо с гречкой Не стала ничего придумывать, заморачиваться Самый простой и легкий рецепт Вместо масла я буду использовать смалец Это вот в этой баночке от сметаны у меня Этот смалец мне делает свекровь Очень даже хорошо Правда, запах не очень такой приятный Но зато масло экономит Ну и, в принципе, на вкус тоже ничего Так, отправляем мясо обжариваться Режем лук на небольшие кубики И морковь натираем на терке Мы уже с Аришкой попили чай с нашим маником Очень вкусный получился Он немножко, да, такая корочка у него получилась Но ничего страшного в этом нет Он такой же вкусный Сейчас мы промоем гречку В мясо я добавляю немного соевого соуса Далее отправляем лук и морковь Хорошо все обжариваем И добавляем гречку Потом мы солим по вкусу Перец И можно лавровый лист Но у меня не было Заливаем все водой Смотрите по своему усмотрению Как вам больше нравится Я сразу все перемешиваю И на маленький огонь Так, еще у меня Немножко доготавливается Я еще не выключила Ну вот, почти готово Сейчас еще минут 10 постоит И все, я буду выключать Я сейчас с Аришкой буду заниматься Мы повторяем с ней буквы Какие она уже знает И дальше по 1-2 буквы в день мы учим Ну, как в день Не всегда получается уделять время на учебу Стараюсь с детками сейчас лето почаще гулять Вот сейчас мы позанимаемся Вова у нас спит Уснул так неожиданно Под вечер Ну, он сейчас уже скоро проснется И мы отправимся на прогулку Потом мы придем с детками с улицы Я их искупаю, покормлю И буду уже укладывать спать И буду уже для вас монтировать ролик Вот, показываю вам книгу Которую я покупала в фикс прайсе Каждый раз стараюсь после зарплаты Заходить в фикс прайс И покупать там книги Там не очень дорогие, интересные книги Энциклопедии разные Вот, и Арина любит смотреть пока картинки Я ей сама читаю Конечно, эти книги потом ей обязательно будут нужны Когда она подрастет и начнет сама читать Ей уже будет интересно Мои хорошие, у нас сейчас уже 6 вечера Я почти все закончила Единственное, я не приготовила ужин Но вы уже мой ужин, который я приготовила, увидели Я его буду готовить попозже Сейчас я хочу с детками сходить погулять Но я это уже снимать не буду Так, вчерашнюю прогулку я вам вставила Вы посмотрели Ну что, ковер я почистила Там был и слайм, и пластилин, и чего только не было Конечно, нужно отдавать химчистку У нас там еще один ковер есть Я к осени отдам оба ковра в химчистку А сейчас это неразумные траты Сейчас можно это все руками спокойно постирать Так, устала я вообще Вот бывают такие дни, да Вот можно за целый день успеть все И все приготовить, и с детьми позаниматься, и убраться У меня такие дела бывают И вот мы с Аришкой канал ведем тоже, там что-то снять А сегодня я что-то делаю, делаю, делаю Как будто ничего не сделала Вот у меня, вот дождик пошел У меня вся сушилка занята Все веревки заняты А еще целая куча одежды Ну, вещей постельного, там вещи Почему? Потому что я уже говорила Я сына приучаю к горшку И вот у нас все описанное, все Вот стараюсь каждые 30-40 минут на горшок Посидит на горшке, встает, 5 минут проходит Бац, описался Ну, у Аришки такое было, конечно Мне кажется, у всех детей так С трудом, с трудом, я надеюсь, приучим Приучим обязательно Так, манник я приготовила уже А, почему манник? Потому что я в тот раз его приготовила Всем понравилось Тем более у нас очень много манки Нужно куда-то ее расходовать И решила приготовить к чаю Так, кефир только купила А так остальные все продукты были дома Еще спагетти сварила у нас, гуляш Мы там доедали гуляш Еще спагетти Макароны закончились, спагетти доварила Вот, сейчас буду готовить ужин Который вы уже увидели И все, наверное Сейчас прогуляемся Примем душ Я умоюсь И будем спать Ложиться, отдыхать Завтра понедельник Завтра муж с работы придет Он сегодня на сутках Не знаю, что буду, не буду снимать Вот когда муж дома Вообще ничего не хочется делать Не готовить, не убираться Не снимать, тем более ничего не хочется Завтра я, наверное, буду отдыхать Заниматься с детками, что-то делать А сегодня вот Сегодня стирка, чистка, готовка, уборка Ладно, всех люблю, всех целую До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok